Наконец-то мы снимаем вопросы. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал и оценивайте это видео. И сегодня мы будем отвечать на самые часто задаваемые вопросики. И вопросы задавали не только мне, и Илье, поэтому в видео сегодня будет Илья. В общем-то с нами сегодня не только Илья, но и Зита. И синок по имени NoName. NoName. Чудесный вопрос-ответ, мы не отвечаем на вопросы. Давай, сейчас начнем. Все вопросики я делала скрины, их довольно-таки много. Вон их сколько. И на все мы сейчас будем отвечать. Если на чей-то вопросик мы не ответили, или у вас еще есть какие-нибудь вопросы, которые вас интересуют о нас, задавайте обязательно в комментариях. мы снимем вторую, или третью, или четвертую часть вопрос-ответа. Как твои родители относятся к тому, что ты снимаешь? Мама у меня относится совершенно спокойно. Она постоянно спрашивает, сколько у меня подписчиков, как у меня там продвижение. Постоянно смотрит мои видосики. А папа не очень хорошо, он говорит, чтобы я приставала снимать, и вообще не снимала в его доме, что это все фигня, и, в общем-то, фигня. А твои родители? А его родители, кстати, тоже знают. Да, Мариса тоже знают, и поддерживают Настю, наверное, даже больше, чем... Мой папа. Чем ее папа, наверное. Да. Он меня вообще не поддерживает. Следующий вопрос тоже про родителей. Как родители относятся к вашим отношениям? Мои родители спокойно относятся... Очень плохо, очень плохо относятся. Да нет, ничего, не то, что отрицательно, а наоборот. Если отрицательно. Положительно относятся к отношениям, и еще даже, не знаю, то есть, восхваляют Настю прям вообще. Просто бомбиня какая-то. Ладно, давай следующий вопрос. Какой у меня рост и вес? Рост у меня 164 сантиметра, а вес колебнется от 45 до 48. Сейчас не знаю, какой у тебя? 63 килограмма от 73 до 75 до 76 килограмм, а рост где-то 181-180. Зачем вообще кому-то интересны эти вопросы? Чтоб тебе шмотки давали. Никогда не хотела расстаться с Ильей и почувствовать себя свободной. Теперь тот же самый вопрос, только задан по-другому, короче. Давай, ты отвечаешь сначала. Ну, возможно, в начале отношений, когда мы еще только знакомились и интересовались друг другом, возможно, такие мысли выскакивали, но сейчас нет. Ну, давай вопрос, тебе тот самый вопрос. Что, я никогда не хотела остаться с Ильей и почувствовать себя свободной. Я не помню. Можешь и хотел. Но чувство свободы нет, а расстаться, типа, из-за того, что просто века эта ссора была, и Настя мне уже сильно-сильно бы весело. Таких ссор было, наверное, раза два за все время. Не шатай. И у нас еще открыто окно, если вам случайно слышны звуки маршины и ветра, то это не мы виноваты, это виновата окно, которое разговаривает с нами и тоже отвечает на вашу... На самом деле это все не очень просто снимать вот эти видосики разговорные, потому что нужно настроить камеру и типа, что-то типа. Да не то, что, в смысле, в общем, первый раз, в принципе, снимаем такой... Я не первый раз разговорные видео. У меня довольно много разговорных видео. Ну, я первый раз, поэтому я не знаю, что делать. Следующий вопрос от моей племянницы YouShow TV Vlog. Подписывайтесь на ее канал, это моя племянница. Она снимает разные видосики тоже на YouTube. Первый от нее вопрос. Хотела ли ты когда-то младшую сестру или братика? Да, всегда хотела в детстве. У меня есть старший брат, поэтому... Ну, как-то сейчас таких мыслей не возникает, но раньше, когда я была маленькая, я хотела, а ты? У меня младший брат и младшая сестра. Что еще? Мне больше ничего не надо, спасибо. Следующий вопрос. Сколько лет вы встречаетесь с Ильей? Отвечай. Ты молчишь? Полтора... А, два года. После полтора? Два года, два года. Два года. Как твоя мама и папа относятся к YouTube? Я уже отвечала на этот вопрос. Хотела ли ты стать на один день не в своей жизни, а в чужой? Если да, то в чьей? Я бы хотел Настюхой побыть один день. Интересно. Я бы тоже Ильюхой, наверное. Прикольно. Можно привет? Привет, Ульяна! Помахай привет, скажи, Ульяне привет. Ульяна задает этот вопрос. Ульяна, мы признаемся в паре, например. Я живу напротив. Да, яйца. Зарабатываешь на YouTube? Да, миллионы. Лопатой. Да, лопатой. На самом деле, нет. Для этого нужно не только, чтобы у тебя было тысячу подписчиков, но еще время просмотра. Четыре тысячи часов. Четыре тысячи часов. Поэтому у меня пока что еще этого не набралось. Ну, только один пункт соответствует этому. Поэтому пока что я не зарабатываю на YouTube. Но смотрела разные веточки по этому поводу. Там пишут, что когда тебе включают монетизацию, у тебя еще где-то год ты снимаешь, у тебя накапливается 100 долларов. Короче, мне еще не скоро придет зарплата на YouTube. Следующий вопрос. Почему решила ты стать блогером? Не знаю. Мы сначала с Ильей начали снимать в TikTok. И кто подписан на наш TikTok, там есть очень такой знаменитый довольно TikTok. Сколько там просмотров? Тысяч шестьдесят, наверное. Тысяч шестьдесят, я тогда думаю. И после этого мне прям понравилось все это. Я люблю быть публичной. Не знаю. Я еще люблю разговорить на камеру, мне нравится снимать для вас, поэтому... Просто любишь быть в центре внимания. Меня это очень сильно иногда бесит, между прочим. Почему ты такая милая? Почему я такая милая? Не знаю. Ну, тупо щечки вывозит. Я Казанова. Казанова. Я не знаю, не увидите, что это фильм. Привет! Она поймет, про кого мы говорим. Да, здесь будет к каждому вопросику такой квадратик, поэтому привет. Сколько уже знакомые, когда познакомились и когда у вас дни рождения? Считай громко. Знакомые. Сколько уже знакомых? Знакомых мы где-то, наверное, три или два с половиной года. Ну да. Когда познакомились? Даже помню. Два и три, наверное, где-то. Давай мы расскажем, как мы познакомились. Мы познакомились в школе, мы учимся в одной школе. Он в одиннадцатом классе переходит, я в девятый класс переходит. У меня 30 апреля. В сентябре, 12 числа. Да. Что скрывали долго друг от друга? Ничего. Давай, отвечай. Она врет. За что любите друг друга? За то, что он такой вредный, противный, красивый, злой. У нас была такая фигня с Настей, то что я всегда ей спрашивал, назови, допустим, три моих плохих качества. Она их называет секунду за две, наверное. Говорю, назови моих три хороших качества, а она сидит, думает минут сорок. В принципе, как и сейчас. Давайте, назови три плохих качества моих, негативных. Да я не знаю, я не хочу. Я хочу, чтобы это видео было позитивным. Следующий вопрос. А, за что ты меня любишь? Я ответила за то, что я тебя люблю. За душевый пупщичок. А ты? За щечки. За щедрую душу. Нет, что, щедру душа плохо вписывает. За щечки. Ну смотри, если брать внешние качества. Во-первых, рост. Идеально, просто идеальный рост для меня. Потом, щечки. Щечки просто, просто, все вот. В принципе, тело фигура. Вот. А если брать и глаза, глаза вообще просто пушат. А если брать из характера, качества, то, наверное, заботливые очень. То есть, если я болею, она приедет, типа, буквально минут за пятнадцать. Типа. Вот. Что ты получишь? Вредная? Вот вредная тоже, это просто капец. Особенно, когда вот, неважно, когда что начинается у девочек, это вообще просто что-то с чем-то. Всё, следующий вопрос. Завидовали тебе подруги либо друзья? Смотря в чём. Мне кажется, в любой жизни человека есть завидливые люди. Ну, я думаю, что да. Ну, именно друзья мои, я думаю, нет, не было такого. Ну, типа, знакомые. Ну, знакомые, может быть, да, наверное. Конечно. А именно друзья нет. То есть, у меня вот по сути, типа, с кем я прям хорошо-хорошо общаюсь. У меня получается и два друга, вот. А если учитывать то, что мы сейчас общаемся вот с нашей компанией, и ещё начали общаться с одной компанией, и как бы мы были знакомы просто, а сейчас ещё, ну, вместе как бы гулять начали. Ну, я мне тоже уже потихонечку всё больше, больше, больше к ним доверяю. И поэтому будет не два друга, а будет пятьдесят два друга. Скажем разом всё больше и больше. Отговаривали ли они вас от отношений? Да. Да. Его друзья? Да. У меня, да. Они всё время, вот как мы начали знакомиться, познакомились. Не друзья. Не друзья, а знакомые. Да, его отговаривали. А у них друзья нет. Друзья всегда, наоборот, меня поддерживают вообще. Чего бы я ни делал. Они, может быть, понимают то, что я какую-то фигню хочу сделать, но всё равно идут со мной. У меня вообще лучшие друзья. Люблю. Ну, вот его, короче, очень много отговаривали, а меня, наоборот, подталкивали к общению с ним. Часто ли ссоритесь с Ильё? Я бы не сказала, что мы с ним часто ссоримся, у нас часто просто как-то мнения не совпадают. Там, типа, какой чупа-чупс купить, вот это всё такое. А ты как их считаешь? Ну, кстати, насчёт чупа-чупсов мы не ссорились. Мы сегодня покупали чупа-чупсы. Именно если брать ссоры какие-то, то у нас их было две. Ну да, вот две ссоры. Сильные, прям, да. Это единственное, что можно назвать ссорой, это вот эти вот две ситуации. Все остальные это просто разногласия и непонимание. Фигня. Обидка на 15 минут, и всё, больше ничего такого. Ваши родители знают друг друга, да. Давай расскажем, как они познакомились. Ну, мы... Ой, Настя занималась танцами. Да, очень долго, кстати. И позвала меня на концерт, себе на выступление. Я взял с собой маму, а там была мама Настя. И всё, вот они познакомились. Да, изделие вместе смотрели. А папа познакомился с мамой Настей. Когда мы гуляли с Настей вдвоём, папа позвонил мне, говорит, давай я вас домой докину. Нет, это не так было. Вы приехали подарить нам новогодний подарок. А, да, да, да. Это второй раз, получается? Нет, это первый раз. Первый раз. Они тогда первый раз увиделись, я помню. Был Новый год, мы подарили им подарок, а они приехали и подарили нам подарок. Вот, моя мама спустилась, и я прям чувствовала, что они приехали, хотя не знала об этом. И вот так вот они познакомились. Здрасте, у тебя есть родной братик или сестрёнка? У меня нету родного брата. А, у меня есть родной брат. Я забыла. Но он уже взрослый. А сестры у меня нету, но есть племянница, которую я считаю как бы засестую. Спасибо за ответ, красивая пара. Спасибо. Был ли когда-нибудь выбор между Ильёй и другим парнем? Да. Я даже могу рассказать. Когда Илья был в лагере, он должен был приехать на следующий день, и в этот момент мне написал другой мальчик, с которым я в тот момент тоже общалась, и предложил пойти погулять, встретиться. Как раз тогда приезжает Илья. А Илья предложил тоже встретиться в этот день, потому что он приезжает из лагера. И я очень быстро решила и пошла с ним. До первых. И мы в этот день потом начали встречаться. Вообще-то нет. Да. Или ты меня позвала гулять? Ну, я, значит, позвала гулять. Ты сказала, что соскучилась, давай, все, идем гулять. Да. Я так, ну, пойдем, почему нет. А была ли мысль порвать отношения с Ильей, но мы на это уже отвечали. Кстати, ответь на этот вопрос, который она задала, был ли когда-нибудь выбор между мной и другой девочкой? Да нет. Нет, нет, серьезно нет. Просто, ну, как бы, я знал, что так получится, то, что, типа, я преду и буду с тобой. Если бы был выбор спасти свою жизнь или жизнь Ильи, то ты спасла бы себя или его? Почему? Ну, не знаю, насколько это благородно сейчас будет звучать, но если бы так получилось, что я могла ему чем-то помочь, то, наверное, я бы ее помогла. Почему? Ну, просто, просто. Потому что я почувствовала себя потом виноватой, что я не помогла. Ну, потому что... Я вообще не понимаю, а какой это вопрос мне предоставить? Ну, блин, я просто, видимо, подсознательно не понимаю, то, что... В какой ситуации это должно происходить, чтобы был выбор? Типа, стоит Настя, блин, на жерле вулкана, такая, а сейчас я прыгну, я такой, нет, я прыгну. У меня почему тоже такое... Ну, типа, это вроде нормальный вопрос, но вроде он будет психологически странный, типа, ну, не знаю, бред. На это сложно ответить. Согласна. Так, следующее... Ну, вообще, типа, да, подсознавал с собой, но, типа, просто это... Ну, такого не может быть, ну, типа, ну, просто подсознательно, как кажется. Да. Был ли когда-нибудь выбор между... Это был вопрос. Были ли какие-то недопонимания у подруг в школе? У меня очень много было таких ситуаций, и если про все рассказывать, то это составить сможем. Ну, у каждого в жизни, мне кажется, есть недопонимания. С одноклассниками, в смысле? Ну, вот, считай. Ну, не подыдя непонимания у подруг в школе. Типа, у тебя подруг, у меня у друзей, получается. Ну, конечно, с подругами у меня не было, наверное, с одноклассницами недопонимания. Ну, так, может, какие-то, если были, то, ну, там, фигня какая-то. Вот. Да, у нас, в принципе, класс сам по себе очень дружный. Да, у них офигенный класс. У нас, типа, ничего такого вообще нету. То есть, когда там что-то... Дерутся, кто-то... Да, там, может быть, какие-то ссоры есть, но они такие небольшие. Обсуждали ли вас, нас как пару, имеете в виду? Я думаю, что да, и я уверена, что да. Просто, когда мы начинали встречаться, там был такой ажиотаж. Да. Из-за того, что... Из-за причины, почему мы, в принципе, начали общаться. Да. Поэтому я тоже думаю, что да. А как вы поняли, что любите друг друга, и были ли какие-то ужасные ссоры? Ну, просто написывайте на неё, а? Какая она... А, на него. Какой она вредный какашка. Ай, я головой треснула. С фишкой будет. Ну, на вопрос, были ли какие-то ужасные ссоры, мы сказали, что да, две плохие ссоры были. То есть, что Азита и щеночек? Да, да, конечно, уселась. Мне кажется, это будет самый милый видос на моём канале. У нас щеночек, кстати, глазки открыл. Все почти. Так, следующий вопрос. Какая твоя неловкая ситуация? Мне сразу встала одна неловкая ситуация в аквапарке. Я знаю эту историю. Давай расскажи. Давай я расскажу. Не надо. Ну, короче, у меня очень приятная история. Кто из вас самый ревнивый? Я считаю, что в этом мы совершенно идентичны. У нас это совершенно похоже. И мы одинаково ревнивые. А ты думаешь? Ну, типа, в плане, если ревновать, в принципе, какому-то определенному человеку, то Настя это определенное. Сильнее ревнует. Если, допустим, вот, есть какой-то там человек, который рядом со мной, и она ревнует к нему, то, типа, ну, блин, что за противное слово? В общем, если определить определенного человека, с которым Настя ревнует, то это все. Это просто пипец какой-то. Как относитесь к запретам в отношениях? У нас... Максимум, если у нас что-то запрещаем, это просто носить какую-то супер-откровенную одежду, я ее запрещаю. Ну, мне, да. Ну, все, это единственное. Типа, ну, то есть, там какие-то топики с декольте, пупок, это вот вообще прям терпеть не могу, и все. Очень интересно про школу. Будет видео про одежду в школу? Будет. С чем удобнее ходить в школе? С сумкой или портфелем? Портфелем. Представьте, или с сумкой такой дамской? Нет, ну, типа, сумка, это как этот, блин, как это называется? Дипломат. Он же тоже как в сумку выглядит, например. Ну, я считаю, что с рюкзаком все-таки удобнее. У меня рюкзак есть с ручкой, и если мне неудобно на плечах, то я держу его за ручку. Следующий вопрос. Какие любимые предметы в школе? Мне нравится алгебра, потому что я сейчас второй год буду ходить к репетитору, и это прикольно, когда ты понимаешь такой, как бы, сложный предмет, и сидишь на уроке и не втупляешь в телефон, а решаешь, и ты такой, вау, я что-то понимаю. Ну, алгебра мне интересна. А тебе? Главное, какой урок, главное, как его преподает вам учитель. Еще мой... Подожди, любой, любой предмет может быть офигеть какой интересный, если учитель вам хорошо его объясняет. Еще мой самый любимый предмет, наверное, самый любимый предмет, это общество знания, потому что это мой самый любимый учитель в школе, и, в принципе, самый запоминающийся мне учитель. Просто полдежный учитель. Анжела Ринатовна. Молодь, лав. Да. Какие... Антон, наверное, всегда самая лучшая. Ну, у нас классный руководитель такой... У нас классный руководитель самый лучший, вообще человек, мне... Согласна. А у нас классный руководитель, которому я считаю, что мы особо не нужны. Она просто как учитель, и все. А бывало ли такое, что чувствовала себя с макияжем как-то не так? Да, очень часто такое бывает. Когда брови какие-нибудь не такие, кстати, я перестала брови спать. Вот этот вопрос я не... Ну, я же пацан, я не понимаю этот вопрос. Ну, типа, чего? Ну, да, было такое и довольно часто. Давай же еще. А ревновала Ильеву кому-нибудь? Да, я почти ко всем, кто рядом с ним ревную. Даже к друзьям. Даже к друзьям. Я даже его друзей ревную, если они общаются больше не со мной с другими девочками. Да, если мои друзья, допустим, не гуляют с нами, а гуляют с какой-нибудь другой девочкой, то она начинает ревновать. Да. Она всех ревнует. Да. Она вот, если вы подписаны на нее и еще на кого-нибудь, она будет вас ревновать. А было ли такое, что ты включала камеру, чтобы снять видео, но настроение пропадало, и ты ничего не снимала? Да. И много таких раз, когда просто сначала была мотивация начать снимать, а потом просто резко пропадала. Да, много раз такое. Вот, например, сейчас камера не записывала ничего, и то, что мы говорили, а я уже не захочу снимать. Нет, я захочу, у меня дикое желание. Да, снять уже этот тупой вопрос-ответ. Мы не можем его уже снять, я не знаю, полгода. А с первого ли от родителей отношения в начале? Нет. Ну, первый прогулок пять, наверное. Я называла его Наташей. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросики. Вопросы были довольно интересные. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте это видео. Что ты скажешь? Всем пока. Знаешь, какие дела? Вот так вот. Так, хори давай. Всем пока. Сид, вставай что ли, развалилась. Пусть они тоже... А, его поцелуют. Быдло. А, его поцелуй. Продолжение следует...